Придется объяснять мне, как обычно, ничего не поделать. Значит, в чем отличие Щербакова и Косторной, и в чем их плюсы и недостатки? Начнем с Щербаковой. Щербакова на данный момент вообще среди взрослых и юниорок это единственная... Ну, нет, не единственная, есть еще одна, я не буду называть ее, но неважно. Спортсменка, у которой есть артистизм и музыкальность. Это единственная фигуристка, которая чувствует музыку. И для Бестолыча надо посмотреть видео, где они с Сашей Трусовой танцуют, чтобы это понять. Но это видно и так. Это видно по ее улыбке в короткой программе. Это видно по всему. Настолько человек именно... Она не напрягается тем, что она делает. Это ее. То есть, она прирожденная, видно, актриса. Актриса на льду. То есть, если именно за артистизм... А, кстати, за артистизм нет никакой оценки. За музыкальность нет оценки по компаниям. За презентацию, за какое-то говно еще. То есть, конкретно такие вот качества никто не оценивает. Поэтому именно по артистизму, по музыкальности она лучшая фигуристка в мире вообще. И посмотреть на остальных, какая вообще какая-либо была. Никто вообще с ней не сравнится. Ни вот эти кобылы, которые катались в 30, сколько там, по 26 лет, прошлой Олимпиады выигрывали. И прочее. Нет. Никто не сравнится абсолютно с Аней. То есть, она это уровень небеса. А остальные это уровень хлеб какой-то. Однако. Однако. Есть еще... Знаете, фигурное катание. Вы знаете, что фигурное катание... Если вы вдумаетесь в эти два слова... Ведь спорт состоит из этих двух слов. Первое слово фигурное. Второе слово катание. Чтобы продолжать кататься на коньках, да? Скользить, владеть коньком и так далее. К сожалению, реальность показывает... Ну, в принципе, вообще посмотреть на все фигурное катание за все времена. Очень мало было вообще единицы. Те, кто действительно катались. Кто умели владеть коньком. Их единицы. Поэтому всех стали приравнивать к вот копирку. И стали вот это использовать артистизм. Потому что артистизм можно сыграть даже бездарно. А все-таки владение лезвиями... Не получится. Не получится. То есть, нужно родиться таким. Но, к сожалению, и поэтому катание, оно не ценится. Но оно должно цениться в первую очередь. То, как человек катается. Потом, как он прыгает. И только потом артистизм. Ну, что мы видим. Ну, ладно. В принципе, катание попозже. Значит, Щербакова. Ну, несмотря на то, что она лучшая актриса в мире фигурного катания. Ну, там, я говорю, еще одна есть. Но я не буду называть ее. Ее катание Щербаковой, оно где-то на уровне Загитовой. На уровне Медведевой. Может быть, ну, чуть-чуть получше. А в остальном все тоже. То есть, это на звук катания нельзя назвать выдающимся. Если она, конечно... Вот если у нее, да, хорошая программа, то все идет хорошо. Вот ее текущая, значит, короткая программа. И помните, в прошлогодний, позапрошлогодний она два года катала. Dreamcatcher от Secret Garden. Да, она там в ладоши играла с кем-то, с какой-то невидимой сестрой. Или что там, Глейхенгаус придумала. Я уже не знаю, какую чушь. Но самое главное, что программа была и смотрелась. А были программы, которые не смотрелись. Вот ее прошлогодняя, позапрошлогодняя, наверное, короткая. И текущая, произвольная. То есть, абсолютно видно, что программа ей не идет. А как только не идет программа, сразу видны все недостатки. А недостатки, они в катании. То есть, если произвольную, предыдущую и текущую, короткую, она может как-то, могла и может сгладить именно своими артистическими навыками, своей какой-то легкостью, воздушностью, то когда программа не идет, вообще ей, тут сразу все проявляется на свет и уже ничего здесь не поможет. Вообще ничего. И это видно, что, конечно, по катанию она очень слабая фигуристка. Теперь идем к Косторной. Что касается музыкальности, артистизма и тем более музыкальности, Косторная, ну, ее абсолютно не обладает. Я уже не знаю, сколько раз вижу эти ублюдские совершенно бредовые комментарии от всяких бестолочей, которые пишут про музыкальность. Какая музыкальная девочка, как она чувствует музыку. Ничего она ни хера не чувствует. Во-первых, вы можете почитать ее интервью, где она об этом говорит. Ну, а во-вторых, это, ну, если вы сами просто не соображаетесь, во-вторых, это видно просто, да, невооруженным глазом. Опять же, вот эти сумасшедшие танцы, вот эти, уже у Железнякова, да, где они там как ненормально двигаются. Вы можете посмотреть и посмотреть, где музыка, где Шеребакова, посмотрите, посмотрите, как Косторная танцует. Ну, разница колоссальная, как Косторной вообще нет никакой музыкальности. Ну, а самый-самый очевидный пример, это гала программы Косторной. Эксибишн вот эти, где она катает свою прошлогоднюю короткую программу. И в прошлом году катала, и в этом. Все движения заскриптованные. Никакой импровизации, никакой души. Она вообще, то есть, нету, понимаете, если человек есть музыкальность, если он чувствует музыку душой, ему все в кайф, он будет делать все движения на такой легкость, что ты даже и не подумаешь, что это заскриптовано. А более того, ты будешь даже импровизировать. Не то, что тебе прям точно исполнять, что тебе хореограф сказал, а что-то добавлять свое, вот тебе вот так вот, у тебя так тело вот идет, тебе так хочется вот так вот туда, вот ручкой туда махнуть, ручкой туда махнуть, посмотреть вот так. В ту сторону, в эту, с таким взглядом, с другим. Это все чувствуется, это фигурист, если у него есть, это он это чувствует. У Косторной этого нету абсолютно. Косторная музыку не чувствует, так что, бля, хватит писать чушь, бред, сволочи, просто невозможно читать, это ублюдство. А главное, везде заспамили вот этим. У Косторной нету музыкальности. Артистизм, ну, может быть, чуть-чуть есть, но, конечно, до Щербаковой это огромнейшая пропасть. Однако, как и в случае Щербаковой, но все с точностью до наоборот. Что касается катания. По навыкам катания, комбинированным я скажу, потому что, если мы берем отдельно понятие навыки катания, да, скейтинг скиллс, то есть овладение именно коньком, вот просто вот чисто вот без всего, мы не берем скольжение, не берем скорость, мы берем чисто вот владение коньком, я бы поставил на первое место Алену Канышеву. Это ученица Панова, 13-летняя. Вот у нее навыки катания, наверное, лучшие на данный момент вообще, не то что у России, в мире. Ну, среди, естественно, юниоров и взрослых. Но у нее есть проблемы с сохранением скорости. На каких-то этапах она вполне хорошо, с хорошей скоростью идет, но потом раз и все. Ну, плюс скольжение у нее не очень хорошее. То есть, ее навыки именно конька, они более точечные, более такие чистенькие, выверенные. У Косторной это немножко так, конечно, неуклюже местами. Но, тем не менее, по общему, да, по комбинированию всего, вот, как я сказала, навыка конька скольжения и скорости, что немаловажно, то есть, уметь и показывать мастерство конька на высокой скорости, а не на месте стоять, да, на двух метров туда-сюда. Алена лучшая фигуристка-то в мире. Ну, естественно, у нас и в мире на данный момент. По именно навыкам. Вот этим сразу все, да, комбинирован. Катание, скольжение и все такое прочее. И спрашивается, да, а как же судить? То есть, мы имеем Щербакову с уникальнейшей, небесной музыкальностью, уникальнейшим небесным талантом, но с абсолютно обычными навыками катания. Имеем Косторону без, абсолютно без музыкальности, без выдающихся арсистизма, но также, можно сказать, с небесным уровнем катания, да, с этим талантом. И как судить, а что же лучше, да, что бьет одно, что бьет другое, да, поставить 10 одной за арсистизм и музыкальность, и другой 10 за навыки катания. Ну, и получается, они на одном уровне. Но в наше время так не работает, к сожалению, система и все там... Ну, это, конечно, судейская система, это отдельный разговор, это ужас и кошмар. Но все-таки мы же, как я же сказал в самом начале, это фигурное катание. Это не фигурный театр или что-то еще. Это фигурное катание. А значит, в первую очередь, должен цениться дар именно катания, скольжения, владения коньком, мастерства конька. Ну, как и уже также было отмечено, единицы этим владеют, то и чего что-то говорить. Ну, ладно, тут особо про прыжки, да, вращения можно тоже сравнение провести. Наверное, не буду все это очевидно, у кого что лучше. По прыжкам единственная Алена, в чем хуже, так это, да, у нее, к сожалению, с лутцем... Беда у нее никак, конечно, как у Евгении Медведевой. Внутреннее ребро... У Алены, да, интересно, у Алены ребра вообще нету. Ни внутреннего, ни наружного. Поэтому в большинстве случаев она будет получать, я боюсь, именно вот такое, а неясное ребро. Сейчас, в этом сезоне, к ней начали более снисходительное, я не заметил, то есть, не было, ей не поставили ребро ни в короткой, ни в произвольной, ни на последнем, кстати, этапе Грам-при, то же самое, и на чемпионате России, вот сейчас посмотрим, что будет в произвольной программе. Вот, но это единственный ее минус. Да, то есть, если мы сравним с Щербаковой, то Щербакова выигрывает за счет музыкальности и артистизма, и за счет более лучшего лутца, хотя к ней также у технической панели порой иногда возникают претензии по поводу ее лутца, также и ставит иногда неясное ребро на нем. В остальном, конечно, Алена... Как, кстати, Тарасова, да, вы слышали, отметила, действительно, легкость и мощь. Это вот, ну, Тарасова прям, как сказала, так отрезала. Вот прямо абсолютно описание. Действительно, легкость и мощь. Это вот уникальное явление. Бывает, знаете, легкость, но вот мощь не чувствуешь, и как-то вот вяло это. То есть, это одна программа, две, ну, хорошо, ну, так нельзя катать вот постоянно. То есть, это для одной программки такое хорошо, а вот в другой надо уже показать что-то иное. И когда у тебя все вот такие программы, где ты маленькая фея, ну, это... На один раз это супер, на два-три это уже не катит. А вот у Алены, когда именно мощь, и в то же время та же легкость, ну, я уже говорю про... и в то же время, тут это просто супер. Так что выводы делайте сами. Я желаю обоим девочкам удачи, большой удачи. Надеюсь, взросление их не убьет, потому что, в принципе, у Щербаковой тело напоминает сейчас, знаете, двух фигуристок. Это Елизавету Тарсенбаеву и Евгению Медведеву. И вот каким путем пойдет ее тело? Лиза Тарсенбаева до сих пор, и уже, кстати, 18, или, по-моему, 19 лет уже, она до сих пор выглядит, как 15-летняя девочка. И, наверное, это хорошо. То есть, для фигурного катания это хорошо. Либо, как у Жени Медведевой, но тогда будут проблемы с прыжками. У Алены Косторной проблемы другого характера. У нее более-менее идеальное тело, хоть и миниатюрное, но у нее могут быть проблемы с весом лишним. К сожалению, видна у нее расположенность. Если Анна Щербакова это эктоморф, то Алена скорее эндоморф, и у нее видна предрасположенность, я думаю, к лишнему весу. Ну, я надеюсь, что она будет с этим бороться. Надеюсь, может быть, что даже у нее все будет нормально, не будет никакой предрасположенности. Ну, вот ощущение такое, к сожалению, есть. Так что надеюсь, они все это преодолеют, справятся и будут сиять дальше. Ну, а Саша Трусова неудейный разговор. Удивительная девочка с удивительными прыжками. Я бы сказал, инопланетянка вообще с другой планеты. Ну, ладно. Пока что, наверное, на этом все.